Битва Армагеддон Битва Армагеддон Мегида Где город Мегида И там большая равнина И там даже стоит железная доска Такая для туристов И такими металлическими буквами На ней значит Подано о том Что вот здесь когда-то Совершится битва Армагеддон Как предполагают Это сделано для того Чтобы привлекать туристов Но фактически Невозможно Это все свести в одну точку Все эти проблемы Хотя бесспорно Ближний Восток является Как каким-то таким Моментом Который тревожит весь мир И является как зажигатель Как запальник Вот и так далее Процессы Но Здесь имеется ввиду Более широкие И большие Глобальные масштабы Мы с вами говорили Что То что Высох Ефрат Это то что Последователи папства Начинают оставлять Или разочаровываться В учении Вот Или во власти Которая была Потому что это не спасает Их Язвы продолжают Изливаться И на самих людей И на саму землю Вот И мы видим Вы говорили Также о том Что Явно По книге Откровения Просматривается Что необходимы Какие-то сверхъестественные Знамения Чтобы опять вернуть Авторитет Который был утрачен 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 Было Сказано Что И видела выходящих Из уст 13 стих 16 главы И видела выходящие Из уст дракона Из уст зверя Из уст лжепророка Трех духом Нечистых Подобно жабам Давайте мы объясним Телезрителям Что означает Дракон Что означает Зверь Что означает Лжепророк Потом уже Будем объяснять Уже дальше Есть такой прямой вопрос Он требует Конечно И прямого ответа Традиционные Наши понимания Это Основано На священном писании В 12 главе Откровения Ясно говорится Кто такой дракон Дракон Это Древний Змей Сатана Одновременно Он представляет собой Язычество Мировое То есть Современный мир Который Религии Не связаны Не связаны Вот Вы знаете Что есть Целые Огромные Народы И Большие Регионы Мира Где Дракон Считается Традиционным Таким символом Часто Употребляемым Да Вы знаете Это Особенно На востоке И так далее Это Это Символ Язычества И символ Дьявола Что касается Зверя То мы Уже Видели Что это Церковно-государственный Союз Который Был Создан В Европе Вот И который Просуществовал На протяжении Многих Веков Там Вот И Что касается Лжепророка Лжепророка Вот Конечно же Мы понимаем Что это Те протестанты Протестантские Конфессии Которые Тоже Отступили От Господа И верят В наступление Тысячелетнего Царства Здесь В этом мире И Царство Благоденствия Да Вот То есть Мы не хотим Никого не обелять Никого не чернить Священное Писание Ясно говорит Что вот Это Лже-Троица Есть Истинная Троица Отец Сын И Дух Святой А здесь Показано Лже-Троица Которая Выступает Против Отца Сына И Духа Святого Против Истинного Бога Значит Вот Дракон Зверь И Лжепророк Сказано О том Что они Получают Сверхъестественную силу Для того Чтобы Объединиться То есть Наверное Три силы Которые Никак не могли бы Объединиться Сами по себе Но получают Наверное Единый Дух Сказано Что это Духи Бесовские То есть Это не Дух Божий Который начинает Их объединять Для противостояния Тем катаклизмам Которые происходят На земле Наверное Именно катаклизмы Объединяют Эти необъединяемые силы Для того Чтобы спасти этот мир Ну Наверное По их Мнению И Сказано Что это Духи Бесовские Творящие Знамения Они выходят К царям земли Всей вселенной То есть Действуют Через политиков Вот Чтобы собрать Их на брань В он и великий День Бога Вседержителя Вот Что же здесь происходит Они собирают Это Какая-то битва Что значит В он и великий День Бога Вседержителя Это пришествие Христа Или это еще не говорится О пришествии Христа Здесь Если я чуть-чуть уклонюсь Уклонение произойдет То ты меня снова Иванюшка Примысли Я хочу вот Немножко зайти Вот с этой стороны Чтобы мы увидели Что это не какие-то Фантастические там Картины Ничего Обшего Реалии Никаких земных Сегодня не имеет В этом На самом деле Посмотрите Сегодня в мире Происходят процессы Консолидации Объединения Происходят Экуменические движения Вселенские Когда хотят Объединить Все конфессии В одну Происходят Межгосударственные Объединения Происходят Колоссальные Глобальные Процессы Объединителей Объединительного Плана В экономике В торговле В финансовых Структах В безопасности В безопасности И так дальше Создаются Колоссальные блоки И так дальше То есть Вот эта Тенденция Консолидации Интеграции Объединения Это одна из самых Характерных Особенностей Современного Исторического Периода Никогда Такого стремления К объединению Во всех сферах Как сегодня Не было Вот Это тоже Говорит нам О многом И что Чем это Завершится Мы видим Вот в откровении Другого Ключа К пониманию Тайн Происходящего Сегодня В мире Исторического Процесса И многих Процессов Мы не можем Найти Только через Пророческое Слово И вот теперь Возвращаясь К тому Что вы спросили О дне Это Дне Бога Вседержителя Дне Бога Вседержителя Он и Великий Армагеддон Это как раз Тот момент Когда им Удалось Духом Нечистым Не просто Людям А Духом Нечистым Собрать Вот эти Основные Группировки Мировые Да Для того Чтобы противоставить Их на Христу И народу Божию Вы видели В 13 главе Откровение Сказано Ясно Что зверь Положит Начертание Начелой На руку Значит И Образ Зверя Будет Говорить Так Чтобы Убиваем Был Всякий Кто Не Принимает Начертание Зверя И причем Это делается В глобальных Масштабах Так Потому что Написано Всяк Он будет Заставлять Всякое Племя Народ И язык Который Есть На земле Убиваем Будет Тот Кто Не Принимает Начертание Зверя Вот Армагеддон Это тот Момент Когда Все эти Объединенные Силы Тьмы Захотят Уничтожить Народ Божий Убить Народ Божий Исполнить Чтобы Исполнить Вот это Пророчество Вы знаете Что Каминский Каминский Это Знаменитый Педагог Эпохи Рефорвации Говорил О том Ян Амос Каминский Он Говорил О том Что Люди Начинают Расходиться Во мнениях Потом Противостоят Друг другу В чувствах А потом Начинают Уничтожать Друг друга Так Вот это Процесс Проходит Так Сегодня Идет Борьба На уровне Духовном С одной стороны Бог предлагает Свой Закон Свои Евангелия Вечные Свои Уставы Человечества С другой стороны Люди Мира Сего Дракон Зверь И лжепророк Свою Своё Начертание Вводят О чём мы говорили Раньше По всему миру Вот Противостояние Вот это В этом Происходит Месте Вот Или Ты примешь Начертание Зверя Или ты Получишь Печать Божья И Чтобы Выдержать Вот это Испытание Всё человечество На Этих Пунктах Оно Произойдёт Великая Битва Так Назваем Армаидон Но Она Произойдёт Не на Буквальном Поле Как думают Некоторые Она произойдёт На поле Закона Божия На поле Закона Божия То есть Поле Это Не буквальное А поле Человеческой Мысли Поскольку Закон Божий Весь мир Подзаконен Закону Божьей Так написано Когда говорит Закон То весь мир Становится Виновным Перед Богом Закон Божий Дан Для всего Человечества Это Не какой-то Национальный Закон Отдельного Народа Это Общечеловеческий Закон И поскольку Через проповедь Евангелия Через Возвещение Трехангельской Вести Ясно Была Восстановлена Истина О Десятисловном Законе Божьем И чётко Представлена Всему Человечеству И представляется Сегодня Что это Божий Закон Что Христос Его не Менял Что он Обязательный Для каждого Человека А с другой Стороны Возникает Альтернатива Человеческие Установления Человеческая Заповедь Противостоит Этому То каждый Человек Должен Делать Выбор Я получаю Печать Божию Или я получаю Начертание Зверя А поскольку Тёмные Силы Не могут Духовно Доказать Что народ Божий Не прав Они захотят Уничтожить Народ Божий О чём И говорит Вот это Он собрал Их на месте Для того Чтобы дать Битву Иисусу Христу Ему Народу Но это Битва Не буквальная А духовная Битва Когда они Захотят Уничтожить Народ Божий Согласно Откровения 13 главе Где сказано Убиваем Будет Каждый И вот в этот Момент Когда будет Издан Этот указ Об уничтожении Народа Божьего Вот Этот День Великий день Бога Вседержителя Потому что Ему Самому Богу Самому Иисусу Христу Нужно Войти В эту Битву Для того Чтобы Защитить Народ Свой И разоблачить Антихриста Тот Явление Которого Будет С великими Знаменями Но Который Будет Уничтожен Кем Сказано В числании Истребит Явлением Пришествия Своего Христос Вот Это Приближение Второго Пришествия Христа Этот Момент Кульминационный 19 глава Откровения Будет Говорить Об этом Очень Сильно Символы Будут Видел Я Значит Небесное Воинство Сидящее На белых Конях И что Впереди Христос На белом Коне Идет Как победитель Имя Ему Слово Божие За ним Воинство Небесное Исследовали А с другой Стороны Показано Тут же Зверя И царей Земных Собраны Тоже на конях Как бы Сразиться С сидящим На коне То есть Эти две Великие Армии Они как бы Сходятся В этот Момент Вот Но Этот момент Победы Не приносит Зверю А окончательное Поражение Потому что Все начинают Видеть Что Господь Стоит За свой Народ Это Чтобы Лучше Проиллюстрировать Наверное Нагляднее Это будет Если мы Вспомним Книгу Есть Фирь И История Связана Тогда С народом Божьим Когда Издается Определенный Указ Для того Чтобы Уничтожить Всех Которые Не подчиняются Законам Светской Власти Которую Израильтяне Стояли На принципах Божьего Закона И Божьих Заповедей Можно Наверное Такую Определенную Иллюстрацию Персидский Закон 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 Божьего Наверное Это Противоставление Будет Явным В том Плане Что Объединенным Силам Нужно Будет Найти Причину Почему Разрушается Земля Потому что Судя по тем Язвам Они понимают Что Земля Рушится Потому что Солнце Жет Неумолимо Происходят Проблемы С Питьевой Водой С С морем Происходят Проблемы С землей Естественно С людьми Происходит И Наверное Всегда У нас Было Такое Что Искали Виноватого Искали Кто Виновен Наверное Если Мы Видим Что Язвы Прикасаются Именно Только К тем Кто Приняли Начертание То Явно Выделяются Те Люди Которые Не Приняли Начертание Потому что Язвы Их Не Касаются Наверное Они Как раз Становятся Виновниками В кавычках В глазах Всего мира Что Из-за них Происходят Именно Вот такие Проблемы Или Страдания И Наверное Это Как Предположение Это И Обрушивает Всю Эту Сатанинскую Силу И Ненависть На Последователей Христа Которые Хранят Верность Господу Я бы Сказал Что Это Больше Чем Предположение Потому что В истории Именно Так Всегда И Происходило Даже В первые века Гонений Вот Против Христианства Всегда Выдвигали Язычники Причины Почему Наводнение Почему Засуха Почему Голод И Каждый Раз Козлом Отпущения Образно Говоря И Виновником Считали Христиан И народ Божий Поэтому Вне Всякого Сомнения Что Сатана Направляет Ненависть Своих Сторонников Против Остатка Народа Божия Который Имеет Печать Божия Который Который Принимает Веру Иисуса Христа Так Как Говорит Об этом Слово Интересно Когда Читаешь 16 главу То 15 стих Это как бы Отступление Всеобщей Картины Столкновения Битвы Как бы Автор Святой Дух Обращается К читателю С предупреждением Наверное Во времена Римской империи Когда писалась Эта Книга А потом Читали Первые Христиане Они сталкивались С подобными Сопротивлениями С столкновением Когда Во всех бедствиях Делали Виноватых Христиан Вот Наподобие С тем же Пожаром В Риме Когда Нейрон Определил Виновных Христиан То здесь Такая Явно Прослеживается Вставка Такая Нравственного Побуждения Сейду Как стать Как тать То есть Бодрствуй Внимательный Да будет Блажен Бодрствующий И хранящий Одежду Свою Чтобы не Ходить ему Нагим И чтобы не Увидели Сарматы Его То есть Предупреждение Не пропусти Это время Не потрать Свою одежду На что-то Другое Что предлагает Тебе этот мир Чтобы тебе Не остаться Нагим То есть Незащищенным Да У меня Это впечатляет Особенно Наверное Интересно Обратить внимание Что в какой-то Мере Есть Параллель Наверное С вестью Ладики Где Господь Как раз Обвиняет Ладики Что она Осталась Нища Нага Вот А Господь Дает здесь Как раз Предупреждение Если ты останешься Нищим Нагим То есть Голым То вот Этого столкновения Ты просто Не переживешь Ты не сможешь Выдержать его Ты будешь На другой стороне И мы подходим К седьмому Ангелу Седьмой Ангел Вылил чашу Свою На воздух То есть Как последнего Мы видим Воздух Это источник Жизни Вот Вода уже Мы видим Она Поражена Воздух Последний Седьмой Ангел Вылил чашу Свою На воздух И из храма небесного От престола Раздался громкий голос Говорящий Совершилось И произошли молнии Громы И голоса И сделалось Великое землетрясение Такого не бывало С тех пор Как люди на земле Такое землетрясение Такое великое Иоанн просто поражен Этим землетрясением И делает Такие восклицательные Утверждения И город великий Распался на три части И города языческие Пали И Вавилон великий Воспомянут Перед Богом Чтобы дать ему Чашу вина Ярости Гнева его И всякий остров Убежал И гор не стало И град величиной В талант Пал с неба На людей И хулили люди Бога За язвы От града Потому что Язва от него Была весьма тяжкая Ну Наверное Самое интересное Первое Это Поражен Происходит поражение Воздуха Да То что мы сказали То есть Воздух становится ядовитым Или Не несущий жизнь Вероятнее всего Трудно Трудно понять Но что-то будет Что-то будет Объясните пожалуйста После этого Из храма небесного От престола Раздается громкий голос До этого В храме происходило молчание Сияние Закрыло И в храме Больше ничего не происходило После седьмой язвы Мы опять видим Из храма В храме происходит движение И мы слышим голос Говорящий Совершилось Что имеется ввиду здесь? Этот голос Божественный Который отмеряет Говорит что Уже завершилось То или другое Вы помните Когда Иисус Христос Умер на кресте Умирая на кресте Возгласил громким голосом Совершилось Да Вот этот голос Показал что Принесена жертва За рот человеческий Вот здесь Голос Провозглашает Завершение Всей борьбы Фактически Враг Все враги Божьи Положен Будут положены К ногам Его как сказано Да Что Господь Ожидает Когда все враги Его будут Положены В подножье Ног Его Завершилось Божьего Совершился Так сказать Весь процесс Показывающий Что такое Зло на земле И показан Коллапс Падение Грех Всех сил Грех Сил Темных С падением Сил Вавилона Происходит Окончательное Освобождение Народа Божьего Вавилон Поднял Войну Армагеддон Против Народа Божьего И здесь Мы видим Происходит Как я понимаю Вмешательство Сверхъестественное Вмешательство Бога Когда Бог Вмешивается Вавилон И происходят Просто Огромные Катаклизмы Мы Видим О том Что Землетрясение Которого Никогда Не было Оно Настолько Мощное Что Сказано Что Ко всякий Остров Убежал Также Сказано О том Что Горы Понизились То есть Происходят Колоссальные Какие-то Изменения Во всей Земле Что Те Которые Весь Свой взор Наверное Обратили На то Чтобы Уничтожить Божий Народ Сейчас Они Заняты Другие Наверное Спасать Просто Самих Себя Вот В этом Коллапсе Который Происходит Как мы Понимаем Сказано Также О городе Вавилоне Великом Он Распадается На три Части Это Происходит Гибель Этого Города Или Система Создавался Тройственный Союз Мы только что Говорили А теперь Тут Все Начинают Обвинять Всех Не Может Зло По Природе Своей Быть Создать Единство Оно На Время Это Единство Может Возникнуть В ненависти Против Христа И против Его Народа Когда Несколько Человек Объединяются Вместе Когда Объединяет Их Ненависть Кому-то Вот Это Единство Очень Ненадежное И оно Рассыпается Дух Пророчества Нам Совершенно Четко Дает Понять На основании Священного Писания Вот Что Христос Вступится За Свой Народ В этот Момент В последний День Когда Они Захотят Убить Народ Божий То У Даниила 12 Главе Сказано И наступит Время Тяжкое Какого Не было С тех Пор Как Существуют Люди Но Спасутся В то Время Все Имена Которых Будут Вписаны В Книгу Жизни У Агнца Законного Создания Мира Так То есть Михаил Князь Великий Вступает В битву И защищает Народ Свой Происходит Разрушение Стихий Мира О которых Мы читали Тех Стихий Которые Были Сотворены Богом Для Жительства Греховная Цивилизация Оказалась Недостойной Продолжать Своё Бытие В этом Мире И Бог Прекращает Контролировать Стихии Мира Они Все Возмущаются Против Греховной Природы Головы Мира Человечества Так Как бы Природа Бунтует Против Восставшего Против Бога Человечества Греховного Человечества Тот Кто сотворил Мир Больше Не Дает Возможности Продолжать Решить В этом Мире Он Не для Греха Его Создал Он создал Для Жительства Для Жизни И Грех Его Привел К Окончательному Разрушению Цивилизацию Здесь показано Это Это не шутки Грех Имеет Один Только Результат Это смерть И разрушение Вот здесь и показан Этот момент Вот Но Слава Богу Что Бога Замысел Другой Спасти Тех Которые Ему Доверятся И написано Не погиб Никто Уповающих На него Что Не погибнет Вот здесь С такой Силой С такой Ясности Говорится Что Бог Намерен Прекратить Развитие Зла В мире Но Дать Надежду Всякому Верующему И спасти Остаток Народа Божьего Мы видим Завершение Иград Величиной В талант Пал с неба На людей И хулили люди Бога От язвы От града Потому что Язва от него Была Весьма тяжкая Мы видим Огромное поражение Людей происходит И здесь Видно Что Град Величиной Сталант Мне кажется Здесь Дается нам Ссылка На Ветхий Завет Где тоже Происходила Битва И где Господь Вмешивается Сверхъестественным Образом Помогая Народу Божьего Тем Что С неба Падает Град Величиной Опять же Сталант И таким Образом Помогает Израильскому Народу Одержать Победу Над превозмогающими Силами Силами Противника Наверное Здесь Есть определенная Тоже Параллель Которую Показывает Нам Господь Силы Превозмогают Весь мир Объединен Народ Мало Числен Верующий Искренний Но Бог Своей сверхъестественным Мешательством Защищает И тем самым Производит Суд Над этим Миром Спасибо Логически После этого Должно Начаться Пришествие Христа Да Вот Но книга Откровения Дальше Начинает Говорить 17-18 Глава Говорит О Вавилоне То есть Мы видим Что Евангелист Иоанн Откладывает В сторону Немножечко Идею Пришествия И фокусирует Наше внимание На Вавилон Чтобы Мы более детально Смогли рассмотреть О самом этом городе И о его великом падении И об этом Мы будем говорить С нами С нашими Дорогими телезрителями В следующей передаче Поэтому Следите Пожалуйста За программой Мы вас Ожидаем Будьте Благословенны Дорогими телезрителями Дорогими телезрителями Мережа Мережа терміналів Метевих Грошових Переказів Допомагає нам Заощаджувати час Та швидко Поповнювати рахунки Відтепер Через об'єднану систему Метевих платежів Та iBox Ви можете пожертвувати Кошти На розвиток Телеканалу Надія Заходьте в розділ Інші послуги Знайдіть Телеканал Надія Та додержуйтеся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова